Рассмотрим работу двигателя внутреннего сгорания. Преимуществом его перед другими двигателями является то, что топливо сгорает внутри цилиндра двигателя, что делает их более дешевыми и экономичными, менее металлоемкими. В четырехтактном двигателе внутреннего сгорания рабочий цикл состоит из следующих тактов. Первый такт впуск. Во время этого такта происходит движение поршня вниз от верхней мёртвой точки в нижнюю мёртвую точку. Мёртвыми точками называют крайнее верхнее и нижнее положение поршня в цилиндре двигателя. Давление газа в цилиндре над поршнем при его движении вниз уменьшается и в него через впускной клапан поступает горючая смесь в карбюраторном двигателе или воздух в дизельном двигателе. Выпускной клапан при этом закрыт. Когда поршень придёт в нижнюю мёртвую точку, то закроется и впускной клапан. Второй такт сжатие. Поршень движется из нижней точки вверх. Клапаны остаются закрытыми и рабочая смесь или воздух сжимаются. В результате сжатия температура горючей смеси в карбюраторных двигателях достигает 300-350 градусов Цельсия, а воздуха в дизельных двигателях 500-600 градусов Цельсия. При приближении поршня к верхней мёртвой точке в свече зажигания карбюраторного двигателя проскакивает искра, и горючая смесь воспламеняется. В дизельных двигателях в сильно нагретый воздух впрыскивается топливо и образовавшаяся смесь самовоспламеняется. Третий такт рабочий ход. При сгорании горючей смеси выделяется большое количество теплоты, резко повышаются давление и температура газа. Поскольку этот процесс происходит очень быстро, то можно считать, что изменение давления и температуры газа происходит при постоянном объёме. Затем газ расширяется и его объём увеличивается, а давление уменьшается при неизменной температуре. Расширяясь, газ толкает поршень и соединённый с ним коленчатый вал, совершая механическую работу. При этом газ охлаждается. Гребене